Дорогие коллеги, брахиотерапия в онкогинекологии. Что же мы имеем на сегодня в стандартах и какие у нас перспективы? Итак, контактная лучевая терапия, брахиотерапия – это неотъемлемая часть программ лечения опухолей женской репродуктивной системы практически со времен первых опытов по клиническому применению, выделенного в 898 году Марии Крюдис-Лотовски, первого грамма изотопа ради 226-го. И в дальнейшем основные вехи развития брахиотерапии как методы были неразрывно связаны с применением данных технологий в лечении онкогинекологической патологии. Рак шейки матки всегда был идеальной моделью для формирования стратегии и тактики лучевой терапии, брахиотерапии на всех этапах ее развития. И, собственно, до сегодняшнего дня, по большому счету, это так и остается. Преимущества брахиотерапии, которые позволяли, собственно, пройти такой большой путь и остаться на вершине горы – это высокая прецизионность, возможность локального подведения высоких доз в ограниченном объеме ткани, хорошая переносимость лечения, короткое время лечения, что дает на сегодняшний день важный экономический эффект с перспективными стационарозамещающих технологий, успехи аппарата строения со снижением требований к уровню радиационной защиты, в особенности по сравнению с роботизированными технологиями дистанционного облучения, эффективные, уже разработанные десятилетиями технологии обучения медицинского инженерного персонала, ну и в целом меньшая стоимость процедуры современной даже автоматизированной брахиотерапии по сравнению с аналогичными по прецизионности методами наружного облучения, интенсивно модулированной серией токсической радиотерапии, протонотерапии. Основными достижениями к сегодняшнему дню можно считать техническое усовершенствование, наличие, создание надежной аппаратурной базы с использованием спектра изотопов, комплексы излучающих систем, планирующих систем и систем для онлайн-дозиметрии, формирование технологий визуально контролируемой лучевой терапии, обеспечивших возможность перехода от стандартного плоскостного к индивидуальному объемному планированию параметров облучения, возможность добиться требуемой индивидуализации объемов облучения с возможным расширением и эскалацией суммарных доз и изменением фракционирования. Все это позволило расширить на 15-20% диапазон подводимых суммарных доз, и это обеспечивало адекватное повышение радикальности лечения без существенного роста частоты тяжелых лучевых осложнений. На современном этапе брахиотерапии в онкогинекологии – это целая стратегия, которая подразумевает подбор и интродукцию аппликатора, визуализацию с использованием КТ, МРТ, УЗИ и в последующем оконтурирование с использованием технологии совмещения изображений. Это объемное дозиметрическое планирование, как по данным МРТ, так и по данным КТ, и это, пожалуй, единственная локализация, при которой МРТ-планирование имеет приоритет перед всеми прочими вариантами медицинской визуализации. Это оптимизация дозовых распределений по гистограммам дозы объема, оценка расчета эквивалентных разовых суммарных доз, комплексная оценка подводимого режима и возможность безопасного проведения сеансов лучевой терапии. Подобный подход обеспечил в целом отличный локальный контроль, что было показано в работах как моноцентров экспертов в брахиотерапии и в онкогинекологии, так и при малицентрических исследованиях. Как вы видите, цифры достаточно высокие, и это совокупные цифры, невзирая на стадии процесса. Однако, с начала века, как ни странно, повсеместно в мире отмечается резкое снижение частоты применения брахиотерапии в лечении опухолей женской репродуктивной системы, наряду с пересмотром и значимым ограничением спектра показаний к использованию радиотерапии в онкогинекологии в целом. Очень показательное исследование, которое проводилось Американским обществом по брахиотерапии на основе базы данных СИР, взявших период с 1988 по 2009 год, почти 7,5 тысяч больных раком шейки матки всех стадий, которым проводилось наружное облучение с или без последующей брахиотерапии. Как выяснилось, во всей исследованной когорте чуть больше половины леченых получили брахиотерапию. Причем частота ее применения за исследуемый период упала практически вдвое, с 83% в 1988 году до 58% в 2009, при этом была резкая ниша 43% в 2003 году, когда особые надежды специалистов связывались с подключением к лечению химиотерапии. И что касается американской практики, факторы были значимо ассоциированы с большими шансами на предложение и реализацию брахиотерапии. Это более молодой возраст больной, состояние в законном браке, более ранние стадии, и социальные факторы, обускавливающие региональную большую доступность данного вида терапии. При этом подгруппа брахиотерапии характеризовалась значимым улучшением 4-летней опухоль специфической выживаемости и общей выживаемости. И если вы сравните с теми цифрами, которые я показывала несколькими слайдами ранее, вот, собственно говоря, какой вклад от совмещения лучевой и химиотерапии на данном этапе. Практически в полтора-два раза увеличились результаты лечения. В чем же проблема? Почему есть медикоэкономические причины пересмотра роли брахиотерапии в онкогинекологической практике? Ну, конечно, это инвазивные процедуры. Это определенная трудозатратность, это высокая стоимость, ограниченная доступность современных технологий визуализации на основе МРТ. Это персонозависимость. Была показана прямая зависимость результатов лечения, его эффективности, частоты побочных эффектов от качества интродукции недостатов и, соответственно, от квалификации специалиста, который должен быть поливалентным специалистом и радиотерапевт-онкогинеколог, занимающийся брахиотерапией. Это человек-онколог, радиотерапевт, акушер-гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностики, как минимум. Соответственно, потребность в многоступенчатой системе подготовки врачебных и инженерных кадров и определенные трудности в унификации подхода и сравнительной оценке результатов. Как было показано на форуме СГ-20, здесь демонстрированы, насколько разнятся результаты применения брахиотерапии при лечении рака шейки матки в зависимости от предписанной дозы, вот какова гидрогенность предписания доз и влияния на уровень локального контроля в зависимости от клинического терапевтического объема высокого риска и уровня суммарных очаговых доз. Если для малых опухолей эти изменения все-таки значимы, но не так сильно влияют на уровень локального контроля, то при опухолях более 35 кубических сантиметров, как вы видите, уровень локального контроля с падением дозы падает кратно. Также гидрогенность в зависимости от осложнений от уровня предписанных доз была хорошо показана в исследовании Эмбрейс и в последующем Эмбрейс-2. Здесь понятно, что визуально контролируемая брахиотерапия снижала частоту тяжелых осложнений и со стороны мочевого пузыря, и со стороны прямой кишки. То же самое касается и эндовагинальной брахиотерапии, которая используется при раке эндометрия. Это хорошее исследование американское 2015 года, был проведен опрос радиотерапевтов. В опросе участвовали больше 5000 радиотерапевтов, однако в анализ было включено только 331 респондент, из которых только 87% проводили эндовагинальную брахиотерапию в течение 12 месяцев до опроса. То есть доступность этого метода в США значительно падает, и я думаю, что наша страна тоже в определенной степени будет в этих тенденциях. Наиболее часто применялась высокомощностная брахиотерапия, и в 80% случаев применялось трехмерное планирование, из них в превалирующем большинстве случаев только для первой пракции. И, как вы видите, разные дозы и разные предписания дозы, разные дозы как для буйства, так и для монотерапии. Безусловно, это препятствует унификации результатов и принятии решений в отношении стратегии, тактики эндовагинальной брахиотерапии. Аналогичные результаты были представлены на Мировом брахиотерапевтическом конгрессе. Как вы видите, разброс доз достаточно велик. При этом необходимо помнить, что в Российской Федерации преобладают брахиотерапевтические комплексы, работающие на источнике КОБЛ-60. И для транслирования указанных режимов, которые у нас имеются в клинических рекомендациях, безусловно, нам требуются дополнительные сравнительные радиобиологические и экспериментальные исследования для того, чтобы транслировать эти данные и на все брахиотерапевтические рабочие комплексы. В настоящее время продолжается набор, как вы видите, в исследовании, касающихся изучения особенностей фракционирования брахиотерапии при облучении вагинального рубца в соответствии с риском прогрессирования опухоли эндометрии. И предполагается оценка влияния на сексуальную функцию. Немаловажным вопросом является сравнение брахиотерапии и интенсивно модулированных режимов дистанционного облучения. Несмотря на имеющуюся уже несколько лет историю вопроса, тем не менее, до сих пор крупных исследований, рандомизированных в доступной литературе, нет. Не очень большие выборки. Как вы видите, в 2019 году итальянскими авторами опубликован обзор, касающихся 15 больных. Ретроспективный анализ реализованных планов лечения 15 больных гинекологическим раком, которым проводилась сочетная лучевая терапия, 3D-конформное облучение таза и локальный буст на область первичного очага, подведенного путем высокомощностной брахиотерапии или ПДР-брахиотерапии. И при этом для каждой пациентки ретроспективно были созданы виртуальные планы МРТ с максимально возможным соответствием брахиотерапевтическим. По результатам, опубликованным автором, средний индекс комфортности для исследуемых вариантов бустов составил 0,73 для брахиотерапии, 0,97 для МРТ. Среднее значение вероятности повреждения нормальных тканей при режиме сочетания трехмерной 3D-серти и брахиотерапии в сравнении с МРТ. Сопоставление было 28,5% для прямой кишки, 1,5-0,1% для мочевого пузыря, и не имелось различий при сравнении доз на рактосигмоид и тонкий кишечник. Данные, безусловно, неоднозначны, не учитывающие никаким образом радиобиологию контактного облучения, и насколько индекс комфортности может быть тем показателем, на основании которого будут приниматься какие-то решения, это вопрос дальнейших обсуждений. Ну и дальнейшее развитие данного вопроса Итальянской ассоциации радиационных онкологов при сравнении было продемонстрировано отсутствие явных преимуществ с конформной дистанционной лучевой терапией перед визуально контролируемой брахиотерапией, однако требуются проспективные репрезентативные клинические исследования по их адекватному сравнению. Хорошие прикладные работы, которые анализировали сравнение самих методов, плюсы и минусы, при котором было показано, что при интенсивно модулированном дистанционном облучении определение СТВ и планированного терапевтического объема требуют отступов от границ очага, что увеличивает этот объем по сравнению с объемом, применяемым в брахиотерапии. Д-90 для большинства пациенток при АМРТ ниже, а объем, облучаемый средними дозами, больше в сравнении с таковыми при брахиотерапии. Но это радиобиология этого метода. И в то же время очень высокие центральные дозы на эндостате во время брахиотерапии имеют критическое биологическое значение для обеспечения адекватного локального контроля. На сегодняшний день большинство специалистов признает, что АМРТ не является альтернативой брахиотерапии в рутинном лечении рака шейки матки. Однако может с успехом использоваться в тех случаях, когда проведение брахиотерапии по каким-либо клиническим или социальным параметрам невозможно. Итак, брахиотерапия в онкогинекологии. Есть ли перспективы в 21 веке? На мой взгляд, безусловно. Требуется дальнейшее усовершенствование аппаратурной методической базы визуально контролируемой лучевой терапии, стандартизация процедуры ТЛИИД-4Д, планирование контактного облучения, разработка библиотек-аппликаторов, онлайн-дозиметрия, развитие технологий комбинированной внутриполосной и внутритканевой брахиотерапии и 3D-принтинг как новый этап создания индивидуальных аппликаторов. Здесь показаны попытки различных исследовательских групп в данном направлении. Это совмещенный внутриполосной и внутритканевой аппликатор, о котором в дальнейшем будут говорить наши коллеги из Минска. Это молд, созданный 3D-печати, и возможности сопоставления. Это стандартный молд, а это сделанный на 3D-принтере. В общем, дозные распределения не отличались. Развитие технологий по использованию различных изотопов, в том числе и возвращения к изотопам низкой мощности и очень перспективные исследования, которые приводились на Мировом Конгрессе по брахиотерапии. Безусловно, онлайн-газиметрия в ходе брахиотерапии, и здесь нельзя не отметить труды сотрудников нашего центра по данному вопросу во главе с профессором Титовой. Безусловно, целесообразность развития ультразвуковых технологий. Здесь показана динамика применения в мире ультразвукового исследования для контроля интродукции. Ну и по опыту использования УЗИ, планирования в брахиотерапии предстательной железы, мне кажется, что нет технических препятствий к реализации подобного метода при гинекологической брахиотерапии. Таким образом, использование современных методик брахиотерапии как основы принципиально новых подходов к функционально щадящему лечению опухоли женской репродуктивной системы наряду с развитием прецизионных эндохирургических технологий, реконструктивно-пластических вмешательств, развитие молекулярного профилирования и лекарственной терапии, совершенствование вспомогательных репродуктивных технологий, позволяет обеспечить стойкое излечение всего спектра онкогинекологической патологии, сохранением репродуктивного потенциала женщины, ее трудовой, социальной и сексуальной активности. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok